здравствуйте друзья вечерний вопрос мне 28 лет живу и работаю в москве тестировщиком пять лет назад подумывал о переезде живя в узбекистане играл каждый год в green card ну лотерею видимо да и изучал английский язык но также продумывал запасной план по переселению уехать в россию в итоге грин карту я не выиграл и переехал вначале в ярославль где пожив немного решил ехать в столицу на текущий момент меня все устраивает купил дом ну смотри как осталось немного выплатить кредит как тестеры то живут в москве смотри машину устроил ребенка в детский садик и так далее бытовые развлечения вроде бы проблем как таковых нет но хочется помочь близкому человеку своей родной сестре жизнь ее покидала сильно пытались ее в тюрьму посадить по ложному делу сейчас свои 32 работает в колл-центре по заказу еды периодически бывает депрессия не замужем так вот можете дать совет как мне ее подбодрить даже не знаю как выразиться волшебный пинок инициировать для сестры пытался знакомить скидывал сайты для знакомств рекомендовал ваш канал для просмотра очень много полезной информации положительных эмоций пытался от ее имени подать на грин карту увы фотографироваться категорически отказалась ну и много всего всего где-то были просветления может все пустить на самотек как говорится отпустить человека и он сам найдет свой путь такой вот вопрос непростой ну давайте поболтаем значит первое друзья я хочу сказать что хочется порадоваться за коллег тестировщиков российских московских что хорошо живет на свете тестировщик прям как винни-пух замечательно совершенно теперь о сестре тут можно очень 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 много всего сказать привести массу примеров случаев и тогда но конечно в самом общем случае в самом общем случае ничего насильно чеку втюхать нельзя то есть если он открыт к информации ее очень много знаете вот есть такая фраза мне очень нравится что когда есть ученик учитель находится в эти нет проблемы учитель учителей много ученик должен быть там где есть ученик там сразу появится учитель вот соответственно вы пытаетесь в роли такого учителя наставника как-то и вектор такой в жизни дать там еще что-то а ученика нет что можно сделать значит тем не менее вы как бы близкие родственники да вот может у вас роднее в жизни там никого и нет родная сестра это очень близкое родство и хорошо что вам не безразлично вот но я думаю что ваша сестра она бы с удовольствием видела внимание и любовь родственные чувства с вашей стороны если бы это давало ей что-то а не наоборот заставляла еще больше скукожиться и защититься от вас она начинает защищаться она не хочет чтобы вылезли в ее жизнь со своими решениями нет ученика понимаете а вывод как учитель значит есть очень много способов выразить человеку свою так братскую любовь там и привязанность и так далее просто вы не навязываете то что вы считаете для нее хорошо а вы предложите то что она считает для них хорошо вы можете если она любит например там я не знаю поехать к морю вы же возьмите и поезжайте с ней к морю там я не знаю всей семьей поезжать возьмите с собой если она любит там ездить по европе поезжайте все вместе в европу в конце концов дайте там 100 долларов сказать слушай давай вот купи себе что-то тебе нравится и все хочется сделать тебе приятно она найдет что купить но они не в обмен на то что она будет следовать вашим каким-то советам и вашему пониманию жизни есть у человека свой путь у каждого из нас свой путь и есть знать как то есть время разбрасывать камня есть время собирать если чек собирает камня вы его бросай там как же у него он же собирают вот поэтому гораздо правильнее было бы подстраиваться под нее они как бы перевоспитывать ее под себя если она не не просит этого не заинтересованы и как бы совершенно это не не то не то ее состояние в котором все это возможно конечно мы мы стараемся как лучше посмотрите вот на всех людей которые ну от которых все шарахаются посмотрите на людей которые там ходят со своим там каким-то сетевым маркетингом за кишки всех выматывают но эти хотя бы может быть какой-то я не знаю коммерческий интерес могут иметь хотя не все некоторые думают что они человечество счастливы но посмотрите вот например на какие-то религиозные есть группы которые вот они вцепляются в тебя как пиявки реально и давай вот значит там навязывают пойти просто откровенно навязывают и даже не знаешь куда от них спрятаться и они ведь не имели ввиду плохого ничего не то чтобы у них какой-то корыстный интерес они с вас денег не хотят абсолютно нет они не ради этого они там может там за спасение души вашей переживают может быть это как-то вот ну им откуда-то сверху там через работников культа как-то объяснено что вот бог этого хочет чтобы он ходил там и предлагался если ему открылась истина он должен другим ее открыть ну как может вот так вцепиться пиявкой и здесь так что боже дискредитировать и и и бога и религию и как бы и себя самого и тогда но из лучших чувств я почему рассказываю подумайте вот на на примере вот этих вот посмотрите как легко дискредитируется то что человек верит любит и хотел бы открыть другим людям но как бы делает это не во времени в отношении там нужных людей и так далее так далее еще дискредитирует поэтому если вы это будете делать неуместно вы вы оттолкнете от себя сестру вы залезаете в ее личное пространство вы где давай я тебя познакомлю может быть она не хочет знакомиться я знаете вот уже как бы привык что у нас много девчонок таких ну я не знаю 27 28 32 которые но как-то так сказать корабль семейный развалился вот они приходят нам школу а где там ну как когда резюме делаешь там немножко жизни поговоришь так чтобы как-то мне надо картинку такое представить и мы там разные обстоятельства жизненные выясняются и там это вот оказывается разведенная о я говорю о а я вижу девочку я при уже сразу я бы сейчас я тебя познакомлю я уже перестал потому что 9 из 10 9 из 10 меньше не надо дойти от этого отойти я думаю мать честная это значит еще отойти нужно это же человек через какие-то переживания такие прошел что вы просто надо не трогать он придет наверное как бы да ну но не нельзя 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 лезть он он у него защитная реакция вот то же самое с сестрой эти я вам скажу такую вещь когда в ее жизни появится правильный человек вот так все произойдет но чтобы пришел правильный человек она должна открыться туда вот той энергии вот той где все решается и сказать вот я бы хотел вот такого человека в моей жизни и он тут же и возникнет но если чек закрыт и быть не хочу мы мы не знаем тонкости пойти я не 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 психолог не психотерапевт и я не знаю сестры я не знаю ее истории ну ничего мы абсолютно не имеем никакой информации чтобы судить о чем-то более предметно но может быть действительно ей есть смысл обратиться не только не советуете я вас умоляю не не надо вот уже это вы еще больше ее может быть этим зажмете вот захочет сходит если у нее будет потребность разобраться в чем-то и так далее но оно потихонечку должно подойти туда помогите ей просто расслабиться помогите ей уйти из состояния обороны в котором она может быть находится в отношении вас как-то да скажите пасуши это твоя жизнь я тебя поддерживаю я тебя люблю значит я все буду я тебя буду поддерживать вот что бы ты не делала и как бы ты не делала я с тобой я твой брат у меня никого роднее тебя нет бы ты жизнь все и вот и вот вот на этой линии и стойки так тогда может быть какие-то будут более открытые отношения но опять надо надо ценить открытость в отношениях и не дать человеку закупориться знаете я вижу очень часто как в подростковом возрасте и мальчики особенно девочки знаете взрослеет немножко и так они с мамой она всем делится раз и перестала делиться и все замкнулась нет больше дверки и вот там родители говорят вот там возрастное там наверно возрастное тоже присутствует но мы же мы же привыкли нашим детям директивы давать это хорошо это плохо делай так не делай так ай-яй-яй как нехорошо а человек уже взрослеет вот оно возрастное и он не хочет чтобы кто-то уже вот так вот залезал в его пространство личное которое родители как бы по привычке не сильно уважают потому что а чё он ребенок его и надо воспитывать наставлять там пойти залезть туда ногами грязными в общем к чему я говорю хорошо что есть сестра ведь бывает и нет сестры у человека хорошо что вы неравнодушны к ее судьбе она вас трогает это тоже очень здорово вот а то что какие-то трудности там бывают ну значит нужно время нужно время все нормально просто дайте дайте ранам залечиться помогите залечивать ран не втягивайте в новые предприятия дайте этим ранам затянуться все произойдет само собой так вот так мне кажется я надеюсь счастливо как бы Продолжение следует...